чё кого всем привет новогодний эфир у нас прямой тимофеич здоровенько братишка короче прикинь в этом году даже бороду не надо было делать короче просто просто короче даже клеить бороду не пришлось есть борода я еще не посмотрел честно посмотрю скажу тебе сегодня целый день был на съемках вот и было тяжеловато короче вообще отвечать на сообщение киев привет привет всем кто на связи подарки слушайте надо бы каких подарков раздавать ну да новогоднее поздравление топ со снегурочкой чего кого там у вас как дела чувствуете атмосферу праздника что год наконец-то заканчивается вообще представляете себе такое наконец-то мазафака этот год заканчивается короче сидел что-то думал вспомнить что было в этом году хорошего сколько плохого слушайте но у меня много хорошего было в этом году было что-то короче хорошая ну типа много моментов было достаточно крутых несмотря на то что много херни всякое происходило но откровенно много вот но были хорошие моменты я думаю каждому надо поставить только хорошие моменты плохие нахер выкинуть из головы правильно латвия привет вот аллочки ну и кому-то год крутой кому не крутой кому но но то что год расставил все по своим местам это вот мне нравится в самом деле типа многие вещи проставлял по своим местам типа так чик взял все перекрутил и перемолол и расставил по-другому видишь это один из лучших годов моей жизни ну вот да у меня тоже под конец года вообще случилось волшебное чудо я сошел со своей любимой девушкой и фигевая вообще до сих пор кайфую от этого состояния влюбленности любви вот на самом деле за этот год вот я щас подвожу итоги привет из англии с наступающим с наступающим подвожу итоги думал что за этот год я написала реально больше песен чем за все года ранее то есть реально я даже надо посчитать на 10 песен и написал в этом в этом году как дела дом 2 развалился браток я знаю да любовь то лучше что может случиться это точно дом 2 развалился но сегодня последний эфир по ходу опять короче прикиньте я сейчас буду опять говорить что-то типа дом 2 развалился похлопал даже и будут все паблики писать сорока злорадствует на дом 2 у людей горе а он радуется танцует на костях когда нет чем здесь это не так займи да выпей просто типа логика случилось сегодня финальный эфир все надо сказать пока пока и все ты нашел девушку да посмотрите на мою страницу вы просто как вот как вы входите в эфир откуда вы берете этот эфир если вы не смотрите что происходит на странице вот про пиарь пожалуйста пиарить это уже здесь в эфире тебя любят ведь видят люди вот так чё кого расскажите главное событие в 2020 году по вашему мнению кого что случилось но типа я наверно главным событием назову одним из самых главных это то что я сошелся с сошелся ну типа мы начали заново значит встречаться я нашел свою любовь кто у кого что произошло кого что хорошее произошло в годом двадцатом мандезир вон мандезир тоже сошелся с юлечкой и он счастлив и мы счастливы выборы лукашенко лучшее что произошло тебя на доме 2 тебе никто не подходил спасибо выборы лукашенко ну а что об этом говорить мое событие я родила сына ну вон ну круто же он человек сына родил аплодируем в истории про пиаре новость так ты тут уже пиаришься человек вот тебя видит сколько людей пиарься скажи что я хочу чтобы на меня обращали внимание мне нужно пиар и расскажи зачем тебе он нужен и все пиар просто так зачем он нужен у меня мама ушла такое себе привет молодежь на связи ксюня ловас ру смотрите уже готов встречать ну да я уже немножко принарядился так есть песни новые есть заходите на страницу буквально недавно вышел проект который называется дилер вот так что смотрите дилера слушайте дилера на нее крепится привет у кого что еще произошло в новом году вообще что-то происходит в жизни или вы просто вот я родила дочь альмиру поздравляем все давайте все будем хлопать когда моя свадьба слушайте привет из малорита малорита привет моя свадьба непонятно еще когда еще подождите предложение не сделать вы хотите чтобы свадьба была сделать еще предложение рыжий белорусский дед мороз привет из брянска брянск привет уже мне пришло короче письмо счастья из гаи вот недавно припарковался не там вообще письмо счастья влетел на 54 рубля короче друзья давайте задонатим мне на штраф задонатим мне на штраф короче пришло я не короче представляете какая фигня я не в этом я короче в своем дворе не могу припарковать нормальную машину машину в своем дворе вот вообще я хочу пожелать своим соседям чтобы они наконец-то включили голову и перестали сдавать соседей вот что хочу пожелать короче знаете что случилось бытовуха такая я оставлю машину у себя во дворе этому не стоит нету места вообще во дворе и короче соседи звонят в гаи и вызывают на меня ментов представляете мне мне нравится что как я ставлю машину она припаркована просто возле возле подъезда ну типа все они звонят говорит нельзя вот так вот хотя в своем дворе негде припарковать машину это странно между подъездом хочу чтобы это прошел короче парку и в моем хорошо короче соседи и желаю вам чтобы у вас вообще включилась голова и вы не сдавали соседей не вызывали гаёвок кучу не из гаи звонят они говорят у ваши соседи жалуются что они так ставите машину как не так ставить там невозможно я вам я бы вам показал все по правилам короче хер с ними все 4 рубля заплатить вынь да положь фу ты ладно хрен как нибудь справимся если вдруг ты хочешь задонатить мне мой друг дорогой пожалуйста на штраф привет пора на новый альбом собирать но сначала штраф надо платить бывает такое так привет 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 всем мы сейчас будет адекватные соседи это соседи привет соседи артур реально желаю всем хороших соседей так насчет когда в москву собираюсь в москву приехать 20 января не понимаю еще как доехать вообще до москвы что это херня вообще с этими границами не выехать не приехать не переехать то что я дед мороз или повар надо как-то чтобы было и красное тоже красное белое вот так и на короля больше похоже деда мороза королевская шапка получается ольга классный дедушка мороз спасибо только квас да пока квас как зовут молодежку мой девушку зовут вероника привет из таджикистана таджикистан привет привет к таджикистанчик как в этом саламчики саламчики до квас мне еще сегодня за руль так что только квас вот на самолете вы видели сколько стоит билеты на самолет раньше стоило чтобы москву до долететь 5000 а то 7000 сейчас 32 тысячи в одну сторону сумасшествие короче закрыли нас в банке короче невозможно выехать не въехать ничего невозможно сделать хорошо я хочу хоть интернет есть северная осетия привет вот с вами можно пообщаться по интернет выйти в эфир там еще что сделать минск привет при отметке что такое нас плавный плавный рандомный фристайл эфир перед арцем с наступающими праздниками новым годом рождеством будь счастлив и здоров спасибо тебе тоже всего-то хорошего нормально все с границы все едут ну значит найдем лазейки как ну типа проект скучать потом два одну нет нет а поездом не как москву нет на скрессе нет слушай ну все закрывается дом до сейчас все вы скучать по нему куда мужи мне кажется потому что это не будет хрен знает вот слушай ну и дружишь со стрихом нет мы чуть не общаемся мы на проекте не дружили так чтобы прям дружить ну нет не общаемся ты мне очень понравился как брат ну вот хорошо как брат сестра или это парень много всяких реальти не хочешь еще куда-нибудь зачем поедешь поедешь в москву москву еду в гости на свадьбу пригласили а на доме 2 у них по кому скучать наверное слушайте ну а какие еще реальти кстати недавно писали из блин ну типа не полить контор или полить давайте не буду полить писали я что-то там ответил но пока ничего не понятно готовы они готовы сотрудничать дальше писали короче с одного реальти с наше вступающим новым годом и рождеством крестом спасибо большое спасибо полить ну такой себе что я если честно я так много говорю а потом что это не все случается как я хочу ли там как я задумал и планирую и потом я разочаровываюсь от этого и то есть я сейчас что-то расскажу сейчас вам и и я понадеюсь и вы понадеетесь и а в итоге нифига так что лучше пускай случится и скажу гоп да как говорится не говори гоп пока не перепрыгнешь вот перепрыгнул и тогда скажу короче такая тема чипсончики не не заплатили за рекламу поэтому я не буду их полить в эфире я думаю следующем году уже выйдем в эфире пообщаемся скажу я завтра буду решать есть пару вариантов но я люблю фристайл особо не планировать всякие вещи вещи такие спонтанно раз вот это хорошо и там эфир я тоже не планировал в эфир обязательно вот так вот некрасиво есть в кадре сейчас я с кем общаюсь вот мондизиром общаюсь с этим с игре русановым периодически списываемся с максом павленко ну так до бозов не нам написал ну так чтобы конкретно там с кем-то дружить так прям в тесну ну нет все далеко как-то новый подкаст выходил скоро пиздатого радио так что можете его послушать потом слушайте короче прикольно что с ней привет и привет из москвы бабушки хорошо увидимся с бабушкой передам обязательно как он сашка ну нормально не знаю изменялся извинялся саша за всякие там вещи которые он делал прям искренне видимо извиняется спустя время подумал наверно понял что ну типа горел я извинись за то как я себя типа вел с тобой на проекте я говорю да ладно саша я типа обиды не держу вот что думаешь про закрытие дома 2 ну смотрите я в предыдущем эфире рассказывал вообще очень подробно что думаю по поводу закрытие дома 2 почему он закрывается и закрылся уже вот потому что многие вот ну там три причины вкратце многие оборзели это я про ведущего многие подумали о том что незаменимых нет это я про редакторов многие подумали что они звезды и не надо для этого ничего делать это я про участников все охерили наборзели все привет ему от меня а галя с житомира у него на любовном хорошо похлещего дед мороз спасибо вот ну и все и поэтому закрыли закрыли а еще там было много профессиональных профессионалов которые выдаются за профессионалов а на самом деле они просто дилетанты не понимают ничего что происходит почему тебя 29 это что значит вип дом 2 здорово вип заходите на вип сорока с новым с наступающим с наступающим у вас с наступающим главное желание на новый год но загадаю еще надо его сформулировать до конца с наступающим с наступающим колян красиво ушел не знает как кто там ушел честно видел нарезку какую-то ну да я посмотрю что там последний смотри где бородина такая все и все извините простите я люблю вас всех прям аж не этот неожиданно приезжайте в дзержинск сделай бит по-братски ну вообще только для тебя только для тебя все это мой подарок тебе с новым годом наступающим да конечно конечно за кровать скажешь что поздравить ну если где-то увидит это все эфир спой песню новую да слушайте ее она хорош хороша в записи и долго записал чтобы можно было слышать красиво на записи спасибо дедушка что еще чуток побудем в эфире пообщаясь с вами слушайте эфиры потом набирает много просмотров то есть я просто их веду а потом типа люди их смотрят нравится видимо что то и можно в своем эфире буду вести себя как я хочу можно что разрешите пожалуйста приветики приветики так давайте я вас поздравлю что ли во первых хочу сказать огромное спасибо за то что весь год за то что весь год за то что весь год были со мной лайкали поддерживали в комментариях репостили треки что-то делали какой-то движ наводили на моей на моей страничке вот это отдельное спасибо вам за то что то что ну вам нравится то что я делаю вы поддерживаете это своим вниманием это очень круто спасибо огромное что тратите на это время находите время там написать комментарии поставить лайк или там репостнуть что-то это очень приятно правда спасибо вам за ваше внимание вот что хочется пожелать от души правда от души хочется пожелать чтобы каждый нашел свою любовь это во первых кто еще не нашел это очень важно это очень вдохновляет это очень делает нас окрыли это нас окрыляет это нас поднимает это заставляет каждое утро вставать с кровати и что-то делать становиться лучше каждый день вот хочется пожелать дружбы настоящей чтобы вокруг вас были только те люди которые действительно помогут не только словом но и делом вот ведь друзья познаются в беде как только вам будет хреново вы поймете что такое настоящий друг правда потому что я это понял очень четко в армии очень давно кто из моего окружения остался кто из моего окружения выпал и для меня это был шок самые дальние люди которые я наверное не знал что они вообще существуют в моей жизни они стали самыми близкими а самые близкие превратились вообще в чужих кто они оказались вот и конечно же конечно же хочется пожелать вам здоровья потому что если у вас будет здоровье у вас значит будет и энергия у вас будет и энергия на поиск любви энергия на какие-то радостные вещи для того чтобы радовать себя самого потому что как только подкашивать человека здоровье ему больше не хочется ничего вот этот 2020 год нас этому научил и очень сильно что каким бы ты крутым не был насколько бы ты много не зарабатывал да если у тебя хреново со здоровьем он всех уравнял этот ковид уравнял всех все перед ним равны понимаете то есть это многие истории вы слышали сами что происходило с людьми вот так что хочу пожелать вам здоровья это важно вот и наверное то к чему я пришел в декабре этого года это моя какая-то точка опоры внутри я хочу о ней тоже немножко рассказать вам это знаете я жил очень достаточно долгое время в таком состоянии когда у тебя есть очень много ну достаточно денег очень много я бы сказал на тот момент для меня это было очень много я очень много так вот я многое мог себе позволить типа что-то еще сделать купить еще 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 так вот 2020 год забрал мне эту возможность то есть я вышел из дома 2 пошел думаю у меня будут концерты выступления ничего нету ни концертов ни выступлений ни заказов ничего осталась только музыка слава богу что она у меня осталась и она тоже приносит денежку немного но приносит вот и в итоге получается у меня вот этот вот денежный поток который был у меня долгое время это последние десять лет наверное достаточно большой поток ну по сравнению с обывателем наверное средней зарплаты вот и 2020 год забрал его и я очень долго мучился из-за этого подал какую-то депрессию думал о том блин как мне восстановить этот поток как мне перейти опять к тому чтобы я зарабатывал столько же сколько зарабатывал а в этот момент жизнь идет жизнь идет и как бы проходит мимо то есть она идет а ты в этот момент думаешь как бы увеличить скорость там я не знаю скорость жизни где-то куда-то в другую сторону начать делать что-то работать для того чтобы больше заработать так вот наступающим понял что на это опираться нельзя нельзя опираться на денежный поток типа он должен быть это прекрасно надо искать его но важно опираться на веру которая внутри тебя важно опираться на веру в лучшее вот на веру в лучшее типа что каждый день будет лучше 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 или даже не лучше хотя бы так же типа на веру в то что ну есть любовь есть добро есть взаимопонимание есть люди отстреливающие тебя знающие тебя и которые тебя всегда поддержат так вот точкой опоры стала в этом году для меня вера вот вера в то что каждому из нас что-то предначертано вера в то что каждому из нас у каждого из нас есть и будет персональное счастье вера в то что случаются чудеса вот просто так за месяц до нового года например у меня вот и как только я нашел эту точку опоры внутри себя я понял что остальное можно тоже потихонечку потихонечку совмещать в себе вот но вера дает очень стойкую стойкую эту такую точку сильный фундамент вот типа ее у тебя никто не может забрать кроме тебя самого деньги у тебя могут забрать а веру как забрать никак вот поэтому поэтому вот так так скажите вы вообще на связи плюсики есть у меня просто заканчивается батарея и может я подзавису поэтому вера помогает вот она очень помогает и каждый день как только вы ощущаете веру внутри себя это дает определенный темп жизни и вы начинаете жить и интересно жить это правда и оттуда уже изнутри вдохновение остальные энергетические потоки которые есть которые я например ощущаю я раньше там некоторые потоки гасил в себе я понимал это вот но сейчас я их ощущаю вот слушайте писали из дома 2 но то чтобы пригласить не приглашали писали оттуда говорили типа там что как дела заезжай в гости вот заезжай в гости вот как то так но только чтобы не не приглашали так вот желаю вам чтобы ваша вера не иссякла и никто ее не сможет забрать и еще очень важно найти внутри у себя очень мудрого интересного философа который развивается вместе с вами в течение жизни который делает взгляд на вещи каким-то особенным вот ведь у каждого свой взгляд на вещи как ни крути как ни крути пускай там многие грозный привет многие накручивают да ты неправильно смотришь на те или иные вещи но у каждого сформироваться все равно свое мировоззрение видение ситуации вот поэтому я хочу пожелать вам чтобы вы сохраняли свое видение ситуации и не поддавались на всякую херню о котором кто-то говорит вот да нашел можете посмотреть на страницу все прекрасно вот так что вот так вот и еще хочу пожелать вам чтобы в новом 2021 году вы не довольствовались малым а всегда шли за большим ну типа понимая что вы можете идти за большим и не соглашайтесь на малое потому что начнете соглашаться на малое идти только с малым готовы соглашаться на большее значит будет больше вот и все с Кущевской с Кущевской привет привет с Кущевской вот короче вот такое вот предновогоднее поздравление завтра еще буду снимать сторис и стопудово что-нибудь найду какую-нибудь фотку оформлю у себя в инстаграме чтобы там просто уже по привычке по наитию Лида привет вот и и все и будем завтра встречать Новый год спасибо всем кто был в эфире спасибо всем кто смотрит это в записи я вас очень сильно люблю с вами был овцом сорок не переключайтесь в моем инстаграме много чего будет интересного спасибо спасибо так подарочки надо еще подсобрать друзья все давайте как всегда 10 секунд хорошей музыки новая рубрика 10 секунд хорошей музыки все пока так не расскажем пока до скорых встреч не я не 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 я не не Субтитры сделал DimaTorzok